РАДИО РОМАНТИКА Это с 18 лет Дорогие друзья, но про мужа Катинова Я думаю, вы все знаете Мой муж Александр Стриженов Он замечательный муж Главное Ты сказала сейчас главное слово Человек талантливый И для меня, наверное, это самое главное в мужчине Он потрясающий отец Вот это, конечно Большая редкость Потому что Его девочки Это старшая Анастасия И младшая Александра В общем, самые главные люди на этом свете И они живут с ощущением того Что вот, если что То папа решит все проблемы Папа их защитит И это очень важно Потому что вот Я У меня папа рано умер Мне было 6 лет И вот маме было 36 То есть я уже старше мамы И она одна подняла двоих детей Больше замуж не вышла Мама однолюб Вот, наверное Поэтому для меня Тоже так важно Важна мужская фигура И важно было Вот сохранять семью Потому что Ну, вот Не видела Не встретила я больше В жизни человека Который был Лучше, чем Александр Не кривешь душой Нет, он сейчас вот пытается найти вас Едет Я знаю, что Он едет и слушает Пытается найти Да, он меня сюда привез От вас я улетаю на гастроли в Алма-Аты Как не могу придумать Привыкнуть теперь Алма-Аты Надо говорить Саш, если ты нас слышишь Ну, позвони Мы хотим услышать твой голос На всякий случай У него очень сексуальный голос Для меня, мужчине, главное Так Голос Правильно Руки И еще носки Оксана Вот ты не поверишь Я Ну, какой-то с детства у меня Такой Пунктик, можно сказать Я почему-то Обращаю внимание на носки Вот те несколько сантиметров Которые видны из-под брюк Для меня очень важны Да, да, да И иногда вот Что бы ни говорила Не делала мужчина Но если у него неправильные носки То все Катюш, скажи мне А как вы шли за руку Друг с другом И по карьерной линии? Вот как это у вас? Ну, вообще мы начинали вместе Путь не было Ну, никто не пришел с большим кошельком Грубо говоря Вот чтобы было понятно На сегодняшний день, да Мы воспитывались в разных семьях Но Почему мы оказались вместе Это, наверное, судьба Но начинали вот на одном уровне Но по жизни Я уверена в том, что Все равно женщине приходится уступать Создавать условия для того, чтобы Мужчина занимался карьерой А тогда вот уже и мы можем что-то делать Иначе это невозможно Иначе это получается, что Я, я, я Впереди планеты всей А уже оборачиваешься А сзади тебя никого нет Но каким же образом мы тебя видим? На экране? Оксана, по большому счету Конечно, очень приятно услышать Я вот пришла сюда, мне сказали Успешно Все относительно Не, ну успех мы сами делаем свой Да, было много предложений От которых мне пришлось отказаться По жизни Потому что в этот момент Какой-то проект был у Саши В этот момент нельзя было оставлять Семью В этот момент Это вот, знаешь, когда ты беременная На тебя сваливается сверху Такое количество вообще предложений и всего остального И ты решаешь для себя, что для тебя самое важное И понятно, что ты в любом случае вылетаешь Потому что я до года кормила грудью И одну дочь, и вторую дочь Потому что это иммунитет Ты же ответственная у нас девочка Ну, дело в том, что это же Вот смотря, да Что для тебя главное Вот есть момент, когда ты обо всем Вот Обо всем забываешь И для тебя важно, что Я помню, у меня совершенно крышу снесло Когда я родила Настю Первую дочку Ну, мне было 19 лет Я родила Настю И Вот это ощущение, что от тебя зависит жизнь человека Оно изменило вообще Все во мне И тебя ждут И ты нужен И Это твое Это твоя семья Вот муж Дочь И Наверное Когда ты понимаешь, что это Счастье для тебя Тогда ты можешь чем-то жертвовать Кать, не понимаю Я не знаю, как это Слуху, наверное, ужасно Но женщины, которые Рожают от любимых мужчин Они меня поймут Наверное, так Я понимаю тебя И тем не менее Там Работа Устала Девчонки дома У Саши проекты Мы же все, в общем, нервные Люди-то На нашей работе Бывают вспышки Конечно Кто первый мирится А Саша-то характер У него У Саши сложный характер Да Иногда тебя Многие жалеют Надо же Как она с этим Деспотом-тираном Нет, он Он тоже знает Где та черта За которую нельзя А какая черта Когда нельзя Что тебя может Вывести из себя До там Битья тарелок Ну, бить тарелки Это не сложно Я вам хочу сказать Мы Ну, лет 10 назад Били тарелки Сейчас уже не бьем Сейчас вот Точно знаешь Когда вот тот момент И уже Жалко мучить Оксана Ну, 25 лет Это даже не Это даже не муж Это уже Это уже родственник Это родственник Это уже родственник Это уже часть тебя Это невозможно Вот я не знаю Если из моей жизни Сашу вынуть Что будет Я не знаю В чем вы похожи Я даже не хочу фантазировать Если вы родственники Вы же уже Ой, мы такие разные Это вот буквально Вот вчера вечером Сижу, листаю Большой альбом С посадками Думаем, что посадить весной И так далее А, с посадками Да Да И вот решаем Такую ель нам посадить Или такую ель И вот на каждом пункте Я говорю такую Он говорит, такую И Александр мне говорит Ну, сколько можно Мы столько лет И мы такие разные Как мы можем быть вместе Говорит Саша Я перелистываю Следующую страницу И как бы Как велось вам Доброе утро вместе Прекрасно Вместе это было прекрасно Ну, хотя Саша, как все мужчины Считал, что самое главное Это то, что говорит он И мне вообще можно сидеть Ничего не говорить И поскольку в прямом эфире И мы иногда Я иногда что-то успевала сказать И дочь видела Настя, она всегда видела И говорила Папа, что ты маме сказал Что она с таким лицом сидела Так, у нас звоночек в студию Мы слушаем вас Здравствуйте Здравствуйте Не надоедает Это То есть Как бы не надоедаете друг другу Поняла Мы поняли А как вас зовут? А меня Катя зовут Ой, все Здравствуйте Катя, я вам хочу сказать Не верьте тем, кто говорит Что лучше отдельно работать Отдельно отдыхать Я вам хочу сказать Что Вот мы Даже когда ссорились Вынуждены были встречаться на эфире Безусловно И разговаривать И мирились Да, я понимаю И поэтому Это Ну это замечательно По крайней мере Вот я на своем опыте говорю У нас Несколько Четыре общих картины И несколько театральных проектов Нет Но он на тебя покрикивает больше На съемках Мне кажется Ну я вообще Я вообще не покрикиваю ни на кого И однажды кто-то написал У меня мама Я помню Открывает журнал И написано Что Екатерина устроила истерику На съемках фильма От 180 и выше Александру Тр-т-т Мама меня спрашивает Ну мама верит Конечно Потому что написано Я говорю Мама Ты же понимаешь Что это не про меня Какую там истерику Когда режиссер Во-первых То что Режиссер Если что-то говорит Ты вообще Должна слушать и делать В первую очередь А не разговаривать А дома в постели Разговоры продолжались Да На тему съемок И было и на тему съемок И Ну вот единственное Что еще моя бабушка говорила Что никогда нельзя Мужа прогонять с постели Вот что бы ни случилось Потому что Об этом поподробнее Да Вот бывает Да В суе Там Что-то Сказал Спорили Поругались Да Но супруги должны встретиться В постели Вечером Где все Остальные вещи Уйдут на второй план И неужели сохраняется Вот эта страсть Спустя 25 лет Она переходит В нечто Ну это так Ну это такое Оксан Это трудно передать Конечно отношения Они переросли В нечто Я не знаю Как это назвать Но Когда тебе важно Чтобы именно этот человек Сказал Что ты хорошо выглядишь Что ты талантливый Что у тебя получилось Это очень сексуально И при этом Ну конечно Мы хотим тебе пожелать Телевизионного долголетия Потому что Поверь мне Это искренне Когда ты С тебя я начинаю Доброе утро У меня вот все Как по маслу Дорогие друзья Спасибо вам огромное До следующей среды Всех обнимаю Счастливо